Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, здравствуйте! Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Света, а вас как? Артём. Артём? Меня Даша. Очень приятно. Ребята, вы сегодня оказались в стране безопасности. Вы знаете, что это за место? Ну, там, где ничего опасного не случается. Правильно, ребята. Это удивительное место, уникальное. Оно единственное на земле, и здесь с вами ничего плохого не случится. На протяжении четырёх дней мы будем учиться простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. У нас с вами конкурс, а это значит, что в конце игры победитель получит приз. Но тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Что ж, ребята, давайте с вами присядем и начнём первый конкурс. Ребята, до моего перехода вы рассматривали проспект с правилами дорожного движения, дорожными знаками. Если вы что-то запомнили, то молодцы, потому что как раз-таки этой теме будет посвящена вся наша с вами игра. Итак, первый конкурс, ребята, разминка. Поскольку сегодня первый игровой день, то сложных заданий я вам давать не буду. Начнём мы с вами с разгадывания загадок. Я буду читать загадку. Отгадки, ребята, уже есть на ваших стендах. Вам нужно будет найти отгадку и на скорость принести мне. За первый конкурс много я вам фишек не дам. Он достаточно лёгкий, всего лишь по одной за правильный ответ. Но ещё одна фишка достанется тому за каждую ответку. Кто быстрее. Совершенно верно. Поэтому скорость очень важна в нашем деле. Ну что, если вам всё понятно, то я предлагаю начать. Готовы? Слушаем до конца загадку, а потом ищем отгадку. Ездит быстро, не летает. Счётчик денежки считает. Всех, кто просит, довези. Довезёт всегда. Побежали. Что всегда довезёт? Не подсматриваем. Молодцы. Молодцы. Ребята, что это у нас? Такси. Такси, правильно. Ну что, чуть-чуть быстрее Дашуля пришла. Поэтому, Дашке, две фишки и одну фишку. Держи, Артём. Вторая загадка. Кто так сильно тарахтит и быстрее ветром мчит? Скорость просто чудеса. А всего два колеса. Побежали. Молодцы. Итак, ребята, отгадка у нас какая во второй загадке? Мотоцикл. Мотоцикл, конечно. Итак, пришли вы одновременно. Правильный ответ. И очень быстро. Каждому из вас по две фишки заработали. Честно. Держи, Артём, свои. А я тем временем читаю следующую загадку. Под землёй с давних пор понарыто много нор. И по ним туда-сюда быстро ездят поезда. А, подержали. Под землёй туда-сюда. Под землёй туда-сюда. Дашуль, верни обратно. Присаживайся, Артём. Какой ответ, Артём? Что это? Метро. Метро. Правильно. Принесла? Ну, отгадку. А можно три? Я же всё равно правильно. Тебе две. Одну за скорость и одну за правильный ответ. Держи. Две. За что это три? Я обещала только две максимальные количества. Дашка, ну ты принесла отгадку, но тебе не засчитывают, потому что первый раз у тебя было неправильно. Итак, последняя загадка. Внимание, Артём. Внимание. Кто мне скажет, что за птица в небесах, как ветер мчится, белый чертит за собой след в лазуре голубой, а ведёт её пилот? Что же это? Артём уже не спешит. Видит, что Даша оперетила уже. Что это, ребята? Самолёт. Конечно. Что же это? Самолёт. Тесто, самолёт. Держи. Ну, по-моему, в итоге у вас равное количество. Ну, потом посчитаем ближе к концу передачи. А сейчас, ребята, я хочу вас познакомить с одним очень интересным человеком, представителем такой важной профессии, как инспектор ГАИ. Готовы ко встрече? Да. Тогда внимание на экран. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Геннадьевна. Я представитель такой важной и ответственной профессии, как инспектор ГАИ. На дороге или на улице вы можете оказаться в различных ситуациях. Но вы всегда должны знать, как поступить правильно и безопасно. Это и есть главная цель нашей с вами игры. Сегодня мы с вами чуть ближе познакомимся с таким важным участником дорожного движения, как автомобиль. Конечно, полноценным участником дорожного движения он становится только при помощи человека, который просто обязан знать правила дорожного движения и следить за его исправным техническим состоянием. А как вы думаете, из каких главных частей состоит автомобиль? Ребята, из каких главных частей состоит автомобиль? Колеса. Колеса. Вот, как мужчина первое назвал Артем двигатель. Даша колеса. Хорошо, это важная составляющая автомобиля. Правильно. У автомобиля много различных частей и механизмов. Это колеса, и кузов, и руль, и сиденье, и, конечно же, двигатель, который и заставляет ехать автомобиль. Еще у машины есть разные световые приборы, которые называют фарами. Они разноцветные и имеют разное предназначение. Сейчас мы с вами разберемся, что же они означают. При повороте машины водитель включает указатели поворота. И с правой или с левой стороны это зависит от того, в какую сторону поворачивает автомобиль. Так водитель показывает всем участникам дорожного движения, куда он собирается поворачивать. И помогает ориентироваться в пространстве другим. А вот если все четыре желтых фонаря мигают, это говорит о том, что машина сломана. И все вокруг должны быть очень внимательными. И когда автомобиль тормозит, у него включаются сзади два красных огня. Которые говорят водителю, который движется за ним, что машина тормозит. А вот при движении задним ходом у автомобиля включается сзади фонарь белого цвета. И тогда все участники дорожного движения, в том числе и мы с вами, когда играем во дворе, понимаем, что машина будет двигаться задом наперед. И ни в коем случае стоять позади машины нельзя. А еще есть фары ближнего и дальнего света. Они не только освещают дорогу водителю, но и делают автомобиль заметнее для других на дороге. Кстати, у пешехода тоже есть своя фара. Это фликер. И он должен быть у каждого. И у взрослых, и у детей. Ребята, я надеюсь, что за сегодняшнюю игру вы узнали много чего полезного и интересного. Желаю вам успеха в игре и прощаюсь с вами до завтра. Ребят, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальный конкурс, решающий на сегодня. Называется он «Руки, головы, хвосты». Для этого, для того, чтобы справиться с этим заданием, я предлагаю вам встать. Так будет удобнее. Становитесь вон там друг возле друга. Артем, возле Дашеньки. Так. Я буду считать фразу. Если вы с ней согласны с этой фразой, то вам нужно будет кивать головой утвердительно и вилять хвостиком. Представьте, что есть хвостики. Ну-ка, представляем, что у вас есть хвостики. Киваем головой и виляем. И киваем при этом головой. Вот так. А если фраза неправильная, вы с ней не согласны, то отрицательно качаем головой и руки прячем за спину. Правильный ответ, ребята, здесь стоит две фишки. Плюс одна фишка тому, кто делает быстрее. Задание это на внимательность, ребята, на сообразительность. Если вы внимательно слушали нашего инспектора по безопасности, тетю Олю, то вы очень легко справитесь. Так что сейчас мы это и проверим. Итак, первая фраза. При движении задним ходом у автомобиля включается сзади фонарь белого цвета. И что еще нужно делать, Артем? Правильно, вилять хвостиком. Правильно ответили ребята, запомнили. Запомнили, какие фары какого цвета включаются при движении задним ходом. Но Даша справилась, сообразила быстрее, поэтому она получает три фишки. А Артем долго думал, но это свойственно мужчинам им подумать, прежде чем что-то сделать. И все-таки ответил правильно, поэтому зарабатываешь две фишки. Умничка. Вторая фраза. Если автомобиль неисправен, можно смело ехать. Правильно, правильно, ребята, одновременно. Хорошо, запомнили и это тоже. Быстро ответили, поэтому по три фишки. Долго не думали. А это значит, что вы точно четко знали ответ. А это заслуживает фишки. Следующая фраза. При неработающих фарах в светлое время суток можно осторожно ездить. При неработающих фарах в светлое время суток можно осторожно ездить. Нет, ребят, неверно, ни в коем случае, если фары не работают, нельзя. Только когда фары работают. Потому что нам же нужно показать, куда мы поворачиваем и как мы двигаемся вперед-назад. Это же все важно. Поэтому фары не работают, нет нам дороги. Фишки у меня остались. А у вас есть возможность еще заработать на последней фразе. Внимание, слушаем. Когда автомобиль тормозит, у него включаются сзади два красных огня. Правильно, правильно, правильно. Но первый махнул головой Артем. Поэтому три фишки у Артема и две у тебя, Дашуля. А вы можете присесть тем временем, пока я вам раздаю фишечки. И считаем, ребят, сколько в первый игровой день вам удалось фишек заработать. Ребят, первый игровой день. Сильнейшие соперники равны счет 14-14. Победила сегодня дружба, но у нас еще впереди три игровых дня. Так что встретимся завтра и продолжим борьбу. Договорились? Да. Хорошо. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...